Приветствую вас и вы знаете, ну начнем наверное с того, что депрессия это психическое заболевание, которое диагностируется врачом и в результате которого назначается соответствующее лечение. Соответственно, если у вас такого диагноза нет, то нельзя как раз говорить о том, что у вас есть депрессия. Да, существует безусловно некое такое депрессивное состояние, но депрессивное состояние это ни в коем случае не депрессия, это скорее такое просто негативное ощущение мира и себя в нем, которое мешает вам нормально развиваться, нормально функционировать и так далее. Произошло это у вас на уровне, на почве черепи неудачи. Во-первых, значит вот вы пишете. Я конечно училась, получала стипендию, значит свободное время пыталась проводиться активно, куда-то путешествовать с друзьями выезжала, гуляла, ходила на фитнес. Сейчас на последнем курсе все поменялось, ведь есть скорая защита диплома в этом семействе и у нас мало занятий. Это дает у нас много свободного времени. А почему гулять или с вашими друзьями, с которыми вы ходили раньше гулять на фитнес, не очень понятно. То есть вам нужно перестраивать свою привычную модель поведения. То есть у вас изменилось окружающие обстоятельства, изменились требования к вам, а модели поведения остались привычными. И распределить свою деятельность в новых условиях вы не можете. Дальше. Вам надоела физическая работа и хотелось бы найти что-то серьезное по специальности. не получив диплома можно только по очень хорошим связям. И это тем более невозможно сделать в чужой стране. Ну, в другой стране, что больше. Почему вы хотите именно по специальности найти до получения диплома, когда до диплома осталось совсем чуть-чуть, то все это непонятно. Дальше. Значит, надоела вам физическая работа, при этом вы пишите, что у вас не хватает денег. Простите, ну и поработали бы до получения диплома еще немного, чтобы деньги были. А потом уже, когда получили диплом, уже тогда бы начали работать по специальности. Не понимаю, здесь в чем проблема у вас. Дальше. Значит, устроиться на какую-нибудь другую работу, так как мы иностранцы. Так непросто. Понятно, что непросто, но если вы хотите, то почему не устроиться? То есть, если у вас есть желание, то да, непросто, но можно же, если вас останавливать. Такое ощущение, что, знаете, вот вы очень активны были, у вас не было свободного времени, сейчас свободное время появилось, вы не знаете, чем себя занять. При этом, как я уже сказал, а куда делись ваши друзья, и почему вы вдруг перестали ходить на фитнес, не очень понятно. Сейчас я также переживаю из-за дипломной работы, так как не нашла фирму, которая бы поделилась со мной своими материалами для написания работы. Ага, вы знаете, как-то я, конечно, не знаю специфику вашей работы, но полагаю, что у вас есть куратор, и вместе с куратором можно этот вопрос проработать, то есть найти источник, либо какие-то очень готовые материалы, либо там что-то еще сделать, потому что, ну, куратор вообще-то должен помогать. В любом случае, этот вопрос нужно поднять на гастрю. И, как бы, а как насчет преддипломной практики, на которую, как бы, университет направляет любого студента? Вроде, что-то не очень понятно здесь. Дальше. Также нервничество документов, через три месяца заканчивается виза, существуют проблемы с открытием новой, так как, чтобы заканчиваться, надо возвращаться домой на полгода до магистратуры я не хочу. Простите. А как вы изначально планировали сделать документ? Вы же как-то, ну, предполагали, как будут складываться обстоятельства или нет? Вот что-то не очень этот момент понятен. То есть, так все получается, так все складывается, как оно вроде бы должно быть. Почему вы из-за этого нервничаете и почему не хотите ждать полгода магистратуры? Ну, отдохнули бы, передохнули бы с родителями, побыли бы, немножечко сменили место, может быть, как раз и вам бы полегчало. Ну, тоже не очень понятен этот момент, если честно. На личном у меня не складывается, хотя претенденты были, но тоже в каждом меня не устраивало. То ли у меня завышенная планка, то ли я просто боюсь близости. Средственных отношений у меня еще не было. Ага, ну, с этим нужно разбираться. Если вы боитесь близости, то почему вы ее боитесь? Получается, было у вас что-то, что заставило бояться близости? Получается, есть какие-то невыраженные переживания? Может быть, комплексы, может быть, просто страхи, от которых нужно помочь избавиться, которые мешают вам? Ну вот, почему бы вам просто не встретиться с мужчиной ради секса только? Почему вы так боитесь близости? Тоже непонятно. Были ли у вас интимный опыт? Если да, то какой? Как у вас он происходил? Были ли у вас отношения? Какие у вас были первые отношения? Как вы пережили свою первую влюбленность? Как вы воспринимаете за мужчин? Понимаете ли вы, что вы можете дать мужчине? Что вы можете дать ему, как женщине? Если у вас в этом понимание. Далее, как бы, ну вот, насколько общими у вас были интересы? Насколько связывало вас с мужчинами? Если у вас захоченная планка, то как она проявляется? Какие у вас критерии отбора мужчин? Если у вас проработана четкая личная модель поведения? То есть все вот эти вопросы связаны с личными отношениями, их нужно разобрать. Сейчас меня действительно беспокоят, у моих подруг все сложилось. Какая разница, что сложилось у ваших подруг? У них своя жизнь, у вас своя. И то, что вы видите у подруг, это всего лишь внешняя страна. В действительности мы не знаем, как там и что у них произошло. Поэтому я бы не рекомендовал вам обращать внимание на подруг, а рекомендовал вам обращаться и сосредоточиться на своей жизни. Дальше, то ли не уверены в себе, и если не уверены в себе, то в чем? В чем мы не уверены? Какие у вас недостатки? Ага, как бы, ну просто вот выпишите все свои недостатки и подумайте, какие недостатки можно купировать, а какие нужно в себе принять. И те, которые являются продолжениями ваших сильных сторон, те нужно принять. А те, которые нет, но можно купировать. Для этого нужна отдельная деятельность и специальные четкие поставленные цели для того, чтобы эти недостатки купировать. Дальше, языковые барьеры мешают в построении отношений. А язык? Вы же учитесь в университете, вы же, ну, все почти выучились. И что языковой барьер все еще мешает? Я думаю, что это не языковой барьер. Это, скорее, равен всем менталитетам. То есть, вы видели, я был в Польше, у поляков немножко другой менталитет, нежели чем у русских. И нас не понимают, что это больше европейский тип поведения, нежели чем русский. И тут есть свои тонкости. И весь вопрос в том, понимаете ли вы это или нет. И вот на этом всем фоне из-за свободного времени, негладки эмоций, впечатлений, вы начинаете за них доедать. Это все какой-то гадостью. Ну, понятно, когда человек есть, у него появляется чувство защищенности, и он получает эндорфины. Ну, так почему вам не организовать свое время так, чтобы вы получали эмоции и впечатления? Почему вы боитесь быть одинокой? Что вы видите страшного в одиночестве? Вам нужно учиться быть в уединении с собой, учиться быть гармоной с собой. Чем для вас так страшно одиночество? Вот просто... Чем это для вас страшно? Вы пытаетесь подавить страх, страх подавить, подавлять не нужно. В принципе, это же ваше желание. Просто неправильно, неверно удовлетворяемые вами пока. Вы поймите, что когда вы одна, вы можете прислушиваться к себе. Вы можете думать, что вам нужно, что вам все для вас важно. Ну, это вот то, что говорил мой коллега вам. Он правильно сказал все в этом аспекте. Дальше, ну, по поводу, значит, по поводу сгладки эмоций, впечатлений и времени, это я, наверное, уже сказал. Так, значит, зависимость. Опять-таки, понимаете, какие свои желания через пищевую зависимость вы реализуете? И вот это нужно понимать. Какие желания, почему через пищевую, а почему не через более естественные и более продуктивные пути? Непонятно. Я так понимаю, что у вас весевая зависимость уже давно, скорее всего, булимия. Здесь вам нужно только работать с психотерапевтом. То есть, это вот прямо серия консультаций, чтобы от этого избавиться. Потому что зависимость, ну, так просто не избавляется. Вам нужно очень много чего уже не поменять. То есть, зависимость это не только психическое, это не только физическое, но это еще и ассоциативное. То есть, когда вы приходите домой, у вас появляется слабое время, вы начинаете есть. Вот это плохо. Далее, ну, собственно, цели, приоритеты. Я думаю, что вы хотите всего страта. Так не бывает. Вы четко поставите план того, что вы будете делать. Вот прямо четкий, четкий план того, что вы будете делать. Прямо буквально с завтрашнего дня, например. Прямо с сегодняшнего дня. Вот. И не ставьте себе слишком научных задач. Не требуйте от себя того, чего невозможно. Ну и ответьте на все вопросы, которые я вам задавал. Далее. Далее. Хоть я пытаюсь изменить свой мир над тем, что вы не хотите быть наедине с собой. Вы не хотите быть в уединении. О каком изменении своего мира может идти речь, непонятно. Здесь, по крайней мере. Далее. Идеалы, которые вы приводите, это, ну, знаете, это, по моему мнению, построить семью. То есть построить свою семью для вас это первый идеал. Построй семью. Для чего? Найди свою вторую половину. Для чего? Найди свое предназначение. Для чего? Делай, которое принесет тебе радости и заработок. Для чего? Знаете, вот это все. Вопрос. Для чего? Что вам дать семья? То есть семья для вас. Семья для вас это средство. Когда вам дать вторая половинка? Вторая половинка для вас это средство. Что это должно вам дать дело? Радости и заработки. А как выбрать дел? Соответственно, их сильные сторони. А как определить 6 сильные стороны? Пробовать разные сферы деятельности и пытаться реализовать себя в них. Вот и все. Но семья не хочет быть средством. Так как и вторая половинка тоже не может быть целью. Получается, что как минимум половина, даже больше половины того, что вы считаете главным в жизни, является неверным. Понимаете? И семья, и вторая половинка для вас это средство. То есть именно поэтому у вас у них строятся отношения близкие с мужчинами. Вы воспринимаете их как средство. То есть идеализируете. То есть пытаетесь подогнать под свой идеал. Не принимаете их такими, какие они есть. А откуда этот идеал взялся? На почве чего он сформировался? Почему для вас так важно построить семью? Такие свои потребности вы пытаетесь удовлетворить через нее. Вот об этом нужно подумать. Тогда, я думаю, у вас будет более гармоничное ощущение себя. Ну, в принципе, жалоб себе просто контролировать. То есть отслеживать начало, когда вы жалеете себя. И тут же начинать что-то делать. Линия – это отсутствие мотивации, непонимание смысла того, что вы делаете. Тут, соответственно, вам будет развитие волевой регуляции. Как бы смыслообразующая деятельность. То есть для чего я это делаю, почему я это делаю. Пока появляется ощущение, что у вас не свои ценности, а, наверное, извне. Отсюда, понятно ли, потому что где-то подознательно вы чувствуете, что это все не ваше, что это все вам не нужно. Еще раз. У вас не депрессия. У вас депрессивное состояние. И чтобы сделать то, что вы здесь говорите, ну и ответить на все те вопросы, которые я задал. А это большая и серьезная работа. Это я вам без преувеличения говорю. Если согласны на нее, вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать с ним планомерно решать все вопросы, которые я вам задал. Прямо можете выписать все эти вопросы и с этими вопросами прийти к эксперту и вот сказать, вот у меня список вопросов, помогите мне с ними разобраться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.